Я хотела бы сказать благодарственные слова акционерному обществу «Четвероногий гурман». Друзья, ваша помощь к нам дошла. Огромное вам спасибо. Мы привезли вторую партию. Просто машина у нас небольшая, поэтому привозим маленькими партиями по возможности. Огромное вам спасибо. Сейчас привезли нам баранину с гречкой и с фасолью. Плюс нам привезли фитолинию с мясом, ролик для собак. От всего сердца, от всей лохматой души. Рай вам Бог здоровья. Спасибо, мои хорошие. Спасибо большое. И ждем вас в гости. Приезжайте, пожалуйста. Сейчас мы вам показали то, что мы привезли. Чуть-чуть позже мы снимем еще два ролика. Покажем, как мы угощаем наших питомцев и с какой радостью они это едят. Друзья, спасибо. Каждый ваш подарок, каждое ваше внимание для нас очень важно. Очень. Спасибо вам огромное. Все наши хвостики очень любят подарки. Особенно подарки от веримых гуртуманов. Пришлись по душе. Вот видите, уже тут. Молодцы желают. Да, ждем. Ребята, ждем. Сейчас мы будем пробовать очень вкусные консервы. Сейчас мы перейдем к дегустации. Да, ребята, вам полезло. Вы первые. Да. Свероногий гурман, спасибо большое. Наши малыши уже оценили лакомство. Посмотрите. Они недавно научились кушать, но уже у нас растут маленькие гурманы. Да, малыш? Да. Вот, смотрите. Большое вам спасибо. Приезжайте и сами угостите наших малышей. Огромное спасибо. Оцениваем наши лакматые души. Кушайте, малыши, кушайте. Ребята, работа идет на пределе сил, на пределе наших возможностей. Я очень благодарна вам за поддержку. Но поверьте, если бы было так легко вывезти 200 собак, мы бы их вывезли за два дня. К сожалению, это не так. Для того, чтобы вывезти животных, необходимо сначала хотя бы построить вольеры. Построить вольеры за три дня мы не успеваем. Просто не успеваем. Была бы у нас лишняя бригада человек 15, мы бы эти вольеры сделали за два дня. Но, ребята, у нас всего шесть человек, кто могут строить вольеры. Остальные ухаживают за животными, еще четверо. Именно поэтому работа идет не так быстро, как нам бы хотелось. К тому же водитель, который согласился перевозить нам животных, тоже не может перевозить их каждый день. Он может перевозить два раза в неделю. Именно поэтому мы подстраиваемся под график человека. Это раз. К тому же на то, чтобы создать вольеры, нам необходимо зимовремя, тоже. Ребята, я сейчас волнуюсь и заговариваюсь, и спотыкаюсь. Просто потому, что на меня со всех сторон сейчас давят. И спрашивают, почему я не выпускаю каждый день ролики, почему я не вывожу хотя бы по пять собак. Ребята, отвечаю. Не вывожу по пять собак, потому что мы не настолько богаты, чтобы тратить на дорогу в 500 километров, чтобы вывезти просто пять собак. У меня нет денег на такие маленькие рейсы. Просто нет денег. Поэтому деньги собираются на то, чтобы вывезти минимум 50 собак. Минимум 50 собак. Это стоит 25 тысяч. Кроме того, дня 3-4 делаются вольеры. Люди работают по 14 часов. Ребята, мы за год провернули невозможное. Я, конечно, благодарна тем людям, которые верят, что я взмахну рукой, и у нас всё построится. Верят в мои силы, в меня. Я искренне им благодарна. Но, ребят, я не волшебница. Я усталая женщина, у которой сейчас нервы не в порядке. Которая всё это пропускает через сердце. И которая живёт словно на вулкане. И я прошу вас, друзья, понять меня и поддержать. Мы делаем всё возможное, чтобы спасти животных. Делаем всё возможное. Но ролики не могут выходить каждый день. И собак мы не можем вывозить каждый день. Только тогда, когда накопим средства. Когда построим вольеры. Только так, ребята. Мы вывезли сейчас с вами. Почти 80 собак. Вывезли. И сегодня, ребята, был первый результат. В вольере, где было 9 собак, погрызли одного мальчика. Я не хочу рисковать их жизнями, напихивать их битком, чтобы они между собой потом грызлись. Я этого не хочу и не допущу. Ребята, на всё воля Бога. И если Он на нашей стороне, мы всех спасём. Потому что мы делаем всё. Вы делаете всё. Вы меня поддерживаете. А я решаю. И стараюсь как можно быстрее и лучше это сделать. Чтобы и вас не подвести. И собственное сердце успокоить. Но прошу вас, поддержите. Поддержите до конца, насколько хватит сил. Продолжение следует... Когда я приехала в город грязи, мы притормозили возле почты. Надо было просто выбросить мусор. И услышали писк. Подошли к мусорке, а там ползают крошечных 3 котёнка. Разумеется, мы взяли малышей с собой. Жара, пекло и дети. Они бы не продержались до вечера. Они бы просто погибли. И это не всё. Когда мы приехали к воротам, возле ворот стояла коробка, в которой находилось ещё 4 котёнка. Люди, вы что, озверели? Именно эти слова мне хочется сказать тем, кто бросает и бросает, и бросает, и бросает коробки под мой забор. Я не знаю, что делать. Я не знаю, как обратиться. Я не знаю, как выжить. Помощь остановилась. Я не знаю, почему люди сначала откликнулись, а потом просто затихли. Я понимаю, вы не обязаны, друзья. Никто не обязан. Мы все делаем это по велению сердца. Но я прошу вас. Я прошу вас о человечности. Я прошу вас о милосердии. Помогите нам вывести всех животных. Я прошу вас. Пожалуйста, помогите нам вывести всех оставшихся животных. Прошу. Просто умоляю, друзья. Помогите. Музыка. 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 Музыка.